всем привет с вами канал дизайн интерьера и сегодня у нас очередной разбор планировки из фильма от карена погнали всем привет меня зовут карен карапетян я архитектор и интерьерный дизайнер для канала дизайн интерьера я снимаю видео про планировки интерьера из сериалов и фильмов в этом видео я разберу детально интерьер фильмы секс большом городе 2 это не тот интерьер в котором кэри жила 1 а тот в котором она жила с джоном прессоном после свадьбы ты выйдешь за меня сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы планировки а также какие предметы мебели предметы декора были в этом интерьере сколько не стоит давайте немного вспомним как вообще выглядела эта квартира когда мы за в нее заходим попадаем в небольшую прихожую справа у нас раскрывается гостиная столовая далее мы попадаем в кухню возвращаясь обратно в прихожую мы переходим в холл библиотеку с белоснежными шкафами и дальше оказываемся в спальне и спальне мы можем попасть уже в приватную гардеробную с двумя фронтами шкафов и далее у нас шикарная ванна общая площадь этой квартиры 114 квадратных метров целом планировка весьма хороша это понятно ведь и занимались профессиональные декораторы здесь есть моменты конечно которые мне не совсем нравится но начнем с плюсов первый значительный плюс это то что квартира определена на две зоны приватную и общественную приватная зона у нас вот здесь она включает себя спальню гардеробную и ванную и есть у нас общественная зона которая включает себя прихожую санузел кухню и гостиную со столовой находясь в приватной части ты можешь быть полностью в нижнем белье не переживать что тебя кто-то увидит из гостей то есть ты можешь стал допустим с кровати пошел в ванну сделал все свои дела вернулся допустим гардеробную оделся и вышел уже в полностью одетом виде если здесь допустим находятся какие-то посторонние люди гости то ты через общественную зону не бежишь в туалет а вот фильме паразиты декораторы сильно накосячили с планировкой приватной части дома а вот именно как они накосячили можно увидеть у меня в разборе интересно больше видео разбора смотрю у меня канале александр тишлер приходите по ссылке в описании подписывайтесь пишите комментарии участвуйте в конкурсах другой большой плюс в том что в этой квартире вообще нет никаких коридоров здесь сделано так называемая анфиладная система когда одно помещение перед переходе в другое это очень здорово экономит пространство и вместо того чтобы соединять разные комнаты коридорами здесь сделан общий холл который используется функционально как библиотека а теперь перейдем к минусам если вы считаете что это не минус а на самом деле плюсы будем рады если вы нам напишите об этом в комментариях все помещения фильме достаточно хорошо показаны кроме одного ни разу ни в какой сцене не было показано что за этой дверью находится я предполагаю что здесь находятся туалет гостевой потому что ну странно было бы если бы вы все этой квартире было бы только 1 ванная и гостям нужно было бы проходить сквозь спальную гардеробную и там справлять свою нужду в мастер ванной поэтому здесь сто процентов находятся туалет гостевой и не гардеробная мы понимаем что во всей этой квартире когда мы заходим здесь нет ни одного шкафа или даже вешалки чтобы повесить верхнюю одежду которую в нью-йорке сто процентов есть потому что там достаточно холодные зимы как вариант его можно было бы разместить либо здесь либо как вариант можно было бы сделать и вот здесь и таким образом он бы вписался кстати очень даже неплохо в эту композицию из книжных шкафов но это не самое страшное на самом деле что здесь есть в этой квартире потому что ну так или иначе в американской традиции есть то что они ходят в верхней одежде в туфлях в обуви с улицы по всему дому и в одной из сцен кстати видно как керри проходит сквозь все эти помещения в гардеробную здесь переодевается после улицы на мой взгляд основная проблема здесь гостиной гостиной столовой первый недостаток это расположение телевизора на тумбе во-первых этот эта тумба выше чем подоконная часть соответственно невозможно открыть эти окна во вторых она достаточно сильно перекрывая само окно и подойти к окну достаточно сложно и третьих если вы захотите днем посмотреть там телепередачу такой сериальчик то вам необходимо его будет зашторивать это окно чтобы свет с улицы вас не слепел я бы телевизор а ты за ты из этого места поставил бы вот сюда потому что это единственное место где по сути телевизор более-менее находится на своем месте да здесь также есть окна дверь на балкон но которые также могут слепить до при просмотре телевизора но по крайней мере мы не загромождаем подход к окну второе то что мне бросило в глаза это маленький неудобный диван и мне нравятся большие хорошие красивые диваны которых можно удобно развлечься фильм причем всей семьей и я вообще вот во всей этой гостиной полностью поменял все расположение мягкой мебели разместил бы диван вот примерно таким вот образом ты чтобы был большой удобный как вокруг которого можно было бы спокойно ходить и на нем было бы удобно лежать всем членам семьи таким образом у нас получается ось сквозь все помещение которое нанизывает на себя телевизор диван большой обеденный стол чайный стол следующий момент который можно было бы поправить и который бы красивым и акцент нам бы подчеркнул пространство гостиной это раскрытие столовой зоны из прихожей на мой взгляд так как здесь над столом висит красивая акцентная люстра то и раскрытие должно происходить с прохода из прихожей максимально по оси соответственно я бы разместил стол вот таким вот образом и повесил бы на нем над ним естественно люстру нас бы появилась еще одна ось взаимно перпендикулярная которая вы собой это все пространство ну и тут естественно у нас бы появились стулья кресло вокруг этого стола и у нас бы вот такая получилась композиция которая собрала воедино все пространство ну а так как это нью-йорк все-таки в нью-йорке в основном каркасное строительство каркасное строительство подразумевает колонны балки перекрытия то есть никаких несущих стен то и здесь мы допускаем что все таки все перегородки которые здесь есть они не несущие одно из субъективных решений можно было бы убрать вот эти вот на шкафы и вместо этого стола чайного разместить большой красивый остров за которым тоже можно было бы как-то рассаживать людей и за одновременно еще и готовить такое решение достаточно субъективное она естественно не близко керри потому что она в принципе не готовила но если смотреть какие-то варианты какие еще можно было развить в рамках этого пространства то я считаю что это очень интересный могло бы получиться общее единое пространство красивое и целостное а сейчас пройдемся по предметам декора который есть в интерьере важно понимать что интерьер создавал не академический дизайнера художник постановщик зовут ее лидия маркс она делала интерьер для многих известных фильмов например дьявол носит прада и других сериалов на нетфликсе так вот работает киношный дизайнер немного по-другому задачи ставят не хозяева квартиры а сценарий характера героев видение режиссера и многое другое поэтому интерьер он получается более декоративным они идеально приспособлены под нужды и жизни реальных людей которые будут жить в этой квартире основной стиль интерьера это арт-деко элегантный гламурный роскошный собственно как сама героиня контрасты множество элементов декора только дорогие материалы известные бренды все это характеризует этот стиль собственно сейчас пройдемся по всем помещениям все предметы интерьера и цены которые я назову можно будет найти по ссылкам на в описании начнем с прихожей заходим в прихожую первое что мы видим это обои они бросаются в глаза потому что выглядит достаточно необычно их создала нью-йоркский интерьерный дизайнер кейт ридер коллекция называется вазу что с французского переводится как птица тут на выбор есть восемь цветов эти обои стоят достаточно дорого но положение керри обязывает стоимость за за один рулон порядка 360 долларов и обратите внимание что форма зеркала очень похожа на форму опоры светильников а вот эта бутылка на консоли сделана мастерской джокариати из лос-анджелеса и стоит она 240 долларов также на комоде стоит декоративная композиция из бабочек под стеклом они на мой взгляд очень подходят к образу керри и стоимость такой композиции порядка и 2200 долларов в библиотеке расположена люстра линдси адельман которая на самом деле очень популярна у производителей фейков можно встретить его в чуть ли не в каждом там интерьере но здесь естественно использован оригинал потому что керри не может по-другому данный экземпляр выполнен с использованием 14 каратного сусального золота и стоит порядка 10 с половиной тысяч долларов отсюда мы проходим в гостиную столовую пожалуй самый яркий впечатляющий предмет в гостиной столовой это люстра которая висит над обеденным столом эта люстра сейчас уже снята с производства но когда ее производили она стоила порядка 38 40 тысяч долларов помимо светильников в столовой зоне глаза бросается небесно-голубая плитка на фартуке кухни от мексиканского бренда nsax цена этой плитки около 85 долларов за квадратный метр и обратите внимание что овалы на фартуке плитки сочетаются с овалами на ковре который лежит под столом для завтраков конечно очень спорное решение использовать ковер на кухне но как мы знаем керри вообще в принципе мало готовила и использовала духовой шкаф для хранения вещей кстати вот даже эта знаменитая надпись сейчас выпускается на коврике которые можно купить за скромные 45 долларов и поселить у себя на кухне главный предмет в гостиной это синий диван который очень любит мистер бик я не нашел какой-то информации по стоимости судя по тому как оберегает его керри видимо диван действительно произведение искусства и стоит безумных денег ты свои ботинки на диване не заметил не забывай полтора года а теперь наконец добрались до святая святых этой квартиры его можно сказать центра это гардеробная она на мой взгляд идеально потому что четко разделена на две части на мужскую темную и на светлую женскую кстати подобную гардеробную с разделением на мужскую женскую зоны мы уже реализовали в одном из интерьеров смотрите пример такого решения у ребят на канале жмите на подсказку справа вверху еще дальше попросила посчитать сколько стоило бы изготовление гардеробной как у керри например если заказывать два шкафа по 340 сантиметров в длину и 270 сантиметров в высоту с таким же количеством систем хранения подсветка и монтажа у моей компании александр тишлер это стоило бы 895 тысяч 460 рублей здесь все продумано до мелочей есть секции для одежды разные высоты есть ящики также крючки для многочисленных дамских сумочек и целая витрина для многочисленных туфель керри свечения бы назвал идеальным потому что есть и верхний свет и подсветка полок по центру гардеробной стоит большая таманка на красивом белом ковре на этом банке удобно разложить много разной одежды тут же ее выбрать теперь давайте взглянем на спальню помните сомнительный подарок мистера бига который сделал керри да да это не бриллианты а телевизор ну чисто мужской подарок на самом деле и что дал маху вы тоже такой сделал подарок все практично вообще на самом деле зачем эти бриллианты куда их положил он тележит где-то там в секретарии ты их один раз то в пятилетку одеваешь вот а тут надеваешь или одеваешь надеваешь вот а тут телевизор можно каждый вечер приятно смотреть сериальчики а чтобы не бесить керри мистер биг спрятал телевизор в белоснежный секретарь от нью-йоркского дизайнера томаса абрайана кстати секретарь это стоит только 9000 долларов но сама спальня это парад узоров различных паттернов текстур все максимально характеризует тот образ керри который есть в фильме и на самом деле не нужно этого бояться то что сделано это яркая индивидуальность именно этого персонажа какая-то избыточность до которой есть в интерьере это исключительно ее проявление и проявление и характер и поэтому если допустим вы хотите сделать что-то похоже да и вы разделяете похожий образ допустим в одежде ли в мыслях то не нужно этого бояться нужно это просто сделать в общем хоть это квартиры сделано декораторами киношниками но я вполне себе представляю клиента который бы мог жить в таком пространстве и хотел бы такое пространство реализовать местами на мой личный вкус здесь конечно сделал перебор по декору по кому-то наполнению но если вам нравятся похожие интерьеры то я считаю что не нужно стесняться дерзайте друзья на этом всем пока пишите в комментариях какие бы еще хотели интерьер разобрать из каких сериалов или фильмов переходите по ссылке в описании ко мне на youtube канал там я разбираю другие интерьерные темы там тоже интересно не забывайте про лайки чтобы сохранить данное видео в понравившихся подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик чтобы не пропустить наши новые видео до новых встреч пока пока